Привет! Давайте продолжим работать с процедуру Contraining Generation. Это, я считаю, одна из самых лучших нововведений, которые ввели, потому что с помощью неё можно много что сделать реально глобально. Вы как помните, здесь у нас были другие деревья. Чтобы это все поставить, я буквально поменял Mesh, как я захотел, и все, оно уже изменилось. Изменил какие-то положения определенные и, соответственно, количество увеличилось. Это прям супер и топливо. Давайте сегодня посмотрим, как можно изменять эти элементы так, чтобы мы могли их прям, можно даже создавать в игре прям. К примеру, пока его уберем, можно в принципе даже закрыть, наверное. Сейчас создаем какой-нибудь Actor. Пусть это будет у нас Actor, который будет называться PCG. Ну, допустим, назовем мы его One. Заходим в него, добавляем компонент. В данном случае это PCG, как раз таки процедуру. Но если мы поместим это на наш уровень, давайте вот на эту плоскость, он не будет работать. Даже если мы выделим сам Generation и нажмём Generate, здесь ничего не обрабатывается. Для этого компонента необходима вообще коллизия, по сути. Либо что-то ещё. Для этого мы тогда добавим какую-нибудь коллизию в виде, давайте пусть для начала Box. Box Collision. Сразу его увеличим по значению, то есть по размерам. Пусть это у нас будет размер. Ну, давайте полторы тысячи. Box Extend, да? Здесь тоже полторы тысячи. Я не знаю. Пусть тысяча будет. Или сто. Пусть тысяча будет, раз уж решили. Так, это мы закрываем. И так, мы кинули. Где он оказался? У нас под в энскейпом? Или нет? Непонятно. Окей. Потому что мы не закомпайли, не сохранили, да? Я забыл. Я выключил отображение коллизии. Думаю, где она, куда пропала. На самом деле, просто клавишу G на английском, да? Буковку P на русском нажал, и оно всё пропадает. Ну, всё отлично. Немного испугался. В общем, сейчас нажимаем Generate. И у нас, естественно, тоже ничего не произойдёт. Почему? Потому что мы не выбираем граф. Нам нужен граф какой-то. Давайте закинем вот этот, который у нас уже существует с этими деревьями. Выделяем. Можно попробовать переместить, но нет, он не отрабатывает. Выделяем PCG и нажимаем Generate. И, как видите, он у нас сгенерировал в этой области, где как раз-таки стояла коллизия. Если чуть-чуть изменить... Давайте я чуть-чуть увеличу это. Вот так боком буду показывать. Этот бокс коллизию, по сути, мы можем заменить на что-нибудь другое. Если выделим какую-нибудь сферу, даже можно, в принципе, Mesh выделить. Пусть это будет сфера обычная. Так, он у нас не воспринял. Он у нас прямо сюда добавил. Окей. Удаляем просто бокс коллизию. Ставим обычную сферу. А у сферы тоже есть, естественно, какая-то коллизия. И здесь нам надо просто увеличить Scale. Пусть это будет... Так, 600. Это слишком много. А, в 600 раз. В 20 раз. Выделяем PCG. Да, Compile. Save сначала. И, как видите, у нас деревья оттуда появились. Если так... Если что, можно вскрыть появление. Это у нас... Так, это у нас... Это у нас... Сферу надо выделить. И, естественно, здесь есть... Hide and Game. Visible выключаем. Если мы будем контролировать сферу, да, в необходимых диапазонах, мы будем генерировать в ее коллизии. Давайте пусть будет 50. Compile. Save. И вот, естественно, у нас в этой сфере образуется генерация ландшафта. Точнее, генерация именно модели каких-то. Также мы можем вообще подавать значения. Давайте... Эктор мы, по сути, закрываем. Ну, хотя нет, давайте не закрываем, а создадим здесь переменную, которую будем как раз-таки ее передавать. Пусть это будет у нас переменный float. Давайте открою побольше. Переменную float выберем. Назовем ее... Ну, я не знаю, scale давайте. Пусть будет это увеличение по scale. Сделаем ее открытой. Это на всякий случай. Возможно, ее даже не надо будет открывать. Значение выставим единицу. Пусть будет стандартное значение. Сохраняем compile. Эктор мы можем закрыть. Перейдем в наш граф, да, PCG. И здесь будем настраивать. Как передаются сюда параметры. Во-первых, набираем ноду property to param data, то есть вот она выделяется. Если ее здесь искать, это где-то у нас сложность. Вот, парам значение, да, вот, то есть ячейка парам, property to param data. И, естественно, вот это вот как раз таки у нас будет входное значение. В данном случае выходное сюда. Если мы ее выделим, здесь мы получаем actor filter, да, то есть откуда мы будем получать. Но так как у нас передача будет происходить из данного actor, в котором находится сам граф, то мы будем оставлять также self, да, то есть также от него и подавать. property name, это как раз таки то значение, которое мы будем передавать. Если мы откроем наш actor, мы назвали его scale, да, пусть давайте scalecpcg, пусть так будет называться. Мы его копируем на именование и сюда вставим. То есть вот это значение мы его как раз таки сюда и подадим. Куда мы будем подавать? Ну давайте на дерево подадим значение. То есть наше дерево при передаче информации должно увеличиться в размерах. Так как у нас в дереве сейчас по сути является стандартное значение scale min 3.7, то есть, да, у нас по x, y и z одно и то же значение передается. Мы можем выставить, допустим, я не знаю, то, которое захотим. Мы его подключаем сюда, делаем сохранение и получается он уже автоматом принял то значение. Теперь, смотрите, как раз таки наша переменная из-за того, что мы его открыли, мы его вот выделяем тот actor и можем изменять. Давайте сделаем 10. Ну и естественно деревья у нас выросли в 10 раз. Если мы напишем 3, размер будет стандартный 3. Но также мы можем по сути написать какие-то рандомные значения, да, либо задать диапазон определенный. Ну и естественно вы можете сделать дубликат и, допустим, pcg2, да, будет название, тоже переменная float. Ну и также здесь вы выставляете property to param наименование, которое у нас стоит то же самое здесь, но при этом цифрочка 2 мы его назвали. И мы можем выставить его, допустим, как максимальное значение scale, пусть будет так. А вообще можно и нужно как-то по-другому выставлять. Ну, в данном случае давайте сохраним, откроем переменную, потому что здесь не закомпанили, из-за этого она не видна. Все, мы максимальное значение, почему-то единица выставилась, да, но оно все равно, к сожалению, или даже к счастью, работает. Это уже хорошо. Если мы выставим максимальное значение, допустим, 10. И у нас получается, что вот это деревце где-то в размере 5 выходит, это в размере 10. И, ну, естественно, какие-то определенные... Как видите, да, рандомность генерируется по-разному. То есть, значение мы туда тоже можем передать. Ну, 0.5 это вот как раз-таки вот это у нас вышло в 0.5. На этом все. Далее будем еще некоторые виды изменения смотреть. Также побалуемся с генерацией не только по коллизии. В общем, смотрите. До скорой встречи. Всем пока.